Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Личины. У нас уже сейчас на улице конец октября 2018 года. Я, друзья, вам хочу в этом ролике показать, какие работы я провожу сейчас на своем участке, на своем винограднике. У нас, друзья, прошлись ночные заморозки, дней три-четыре назад, по-моему, так. Было минус 2 одну ночь, потом минус 3 градуса мороза ночного. До этого было минус 1, но как бы листва была вся еще осталась, сохранилась там неделю назад. Сейчас уже, вот посмотрите, вся листва практически, не практически, вся она уже отвалилась, все упало получается. На данный момент у нас сейчас тепло, плюс 10, хотя прошлись такие дожди неплохие. И все-таки, что я сейчас буду делать? Я, друзья, сейчас буду предварительно обрезать свой виноград, свою лозу. То есть, я буду убирать все эти вот эти рожки, которые вот стоят, остались от пасынков. Листья, получается, которые еще и висят, и вот не вызрешь вот эту зеленую часть. Вот, которая часть не вызрела, она уже и не вызрает после заморозков. Вот это я буду все удалять. Сейчас я вам покажу. Вот у меня остался последний ряд. Посмотрите, вот, которые еще не обрезаны. Можете посмотреть здесь уже после обрезки, как выглядит моя лоза и сам виноградник. Видите, все чистенько, аккуратненько, никаких рожков нет. Все, что не дозрело, я все это удалил и обрезал. И мне будет удобно потом уже во время, когда я буду уже обрезать непосредственно виноград перед укрытием, мне уже будет намного проще и легче работать. Ну, сейчас, друзья, я вам покажу на примеры. Кто новичок, может этого не знает, как это все обрезается. Вот часть, обычно это, получается, верхняя часть лозы, которая не успевает вызреть. Вот видно, одна зеленая, зеленая, тут какая-то уже серо-зеленая, вот эта часть тоже не подойдет. И вот, когда доходим до уже вот такой коричневой части, вот здесь уже лоза будет как бы вызревшая. Можно ее, конечно, посмотреть, чтобы она шла на хруст, хрустела такая, но это еще как бы предварительно, это предварительная обрезка. И вот по этой часть я, допустим, все и удаляю. Беру, вот здесь зеленого нету, но здесь вот такая она, какая-то, видите, вот непонятная уже, и вот так рвется. Эта вот тоже часть вся невызревшая, она такая сероватая какая-то, серовато-зеленая. Я вот смотрю, вот видите, здесь видно, что идет вот эта часть такая вот непонятная, потом уже коричневая, еще лучше, и вот уже до этой части, где между узелями, где получше немножко, я все это обрезаю. И еще я удаляю все остатки от листиков. Есть, друзья, после заморозков, что они сами отваливаются, листики, вот некоторые, если вот смотреть, листики, видите, к ним дотронулся, вот они отвалились. А есть рожки вот такие, которые от пасынков, они еще очень сильно держатся. Если вы будете это ломать, то можно повредить почку. Поэтому я применяю секатор, хороший секатор, острый был, и отрезаю буквально там сантиметр до почки, чтобы потом она все равно, вот эта часть отмерзнет и сама отвалится. А сейчас для мне, для удобства, вот эти все рожки я удаляю. Еще, смотрите, видите, где-то, где сама отваливается. Еще, если обратили внимание, у меня нет усов. Вот от усов только что остались такие от хвостики. Я сразу же, когда идет регуляционный период, я усы свои удаляю, потому что они как бы и берут питание от куста, это раз. А во-вторых, они цепляются за проволоку и везде переплетаются, цепляются. Потом, уже когда идет, будет исти обрезка винограда, очень трудно, когда усами связана вся проволока, очень трудно это все раскрутить, обрезать и оборвать, и очень много теряется времени. А так, у меня усов нету, это я делаю очень быстро, все обрезается, но великолепно подчищается. Вот зеленая часть, вот видите, она даже с одной стороны зеленая, со второй стороны коричневая, уже вот эта часть не вызрала. Я смотрю, иду до той времени, где у меня вот уже коричневая часть со всех сторон. Вот здесь я это удаляю и выбрасываю. Вот уже видите, сколько я нарезал, много нарезал этой не вызывшей части лозы винограда. Я ее, друзья, также измельчаю, потому что, смотрите, лоза у меня чистенькая, признаков аидеума нету, черных пятен никаких нету, ни в начале лозы, ни в конце, обычно в конце лозы на зеленой части, может быть, аидеум признаки. У меня она нету, и я эту лозу, вот эту, что я уже не вызовешь, все обрезал, я и буду измельчать, у меня есть садовый измельчитель, измельчаю и вношу в компостирование. То есть, я свой виноград компостирую, вложу компостом, и я на зиму тонким слоем вот эту вот лозу опять вношу. Я не боюсь, что там она заразится или что, я этого не боюсь, лоза у меня чистая. Я вам потом еще, может, покажу и или я снимал в прошлом году делоролик. Я, если что, оставлю ссылочку в описаниях. Кому будет интересно, можете посмотреть. Так, еще, друзья, я обрезаю вот эти все прошлогодние. Видите, вот что остались лоза прошлогодние. Я тоже ее обрезаю теперь. Почему теперь? Потому что тоже я ее все измельчаю. Все у меня идет на переработку, как бы, ничего лишнего не выбрасывается. Если, конечно, у вас лоза приболевшая, там признаки аидиума, может быть такое, что вся черная даже, не то, что там, если там пару точек будет, то это не страшно, но если вся лоза черная и она идет, как бы, на утиль, обрезается, выбрасывается, то, конечно, ее лучше сжечь, спалить такую лозу. Не оставляйте ее там для мульчи или для что, чтобы признаки болезни это все не распространялось дальше. Так, еще, друзья, я обрезаю, потом... А, скажу про разрывание еще. В целом весь мой виноград вызрал, вызрал довольно неплохо, отлично. Только что Надежда Ксайская, вот на некоторые лозы я посмотрел, что вот там были проблемы с... Есть, вернее, проблемы с разрыванием. Я считаю то, что была очень большая нагрузка на этом кусте. Еще так, по Аркадии. Аркадия у меня тоже подтянулась, там нагрузка была еще больше, чем на Надежде Ксайской, но она подтянулась. Аркадия возле дома, еще на ней даже висит зеленка, то есть еще листваль висит, я ее в последнюю очередь только обрежу. Друзья, я еще решил вам показать, как я вот это все измельчил, что это получилось. Вот, смотрите, вот такая измельченная у меня лоза, которая была невызревшая, все эти отростки, все эти рожки, что оставались, вот я ее измельчил. Я сейчас все буду вносить, я вношу, вот это зимой вношу прикорневой зоне, где растет у меня виноград. Вот примерно там сантиметров 70-80. Я это вложу, вношу поверхностно, тонким-тонким слоем. Для чего это делаю? Ну, во-первых, это как бы будет теплее моим корням, утепляю. Во-вторых, это как бы корм для почвенной живности, они будут ее перерабатывать. Ну, и в-третьих, будет нарабатываться какой-то гумус, гумус моей почвы, потому что почва у меня просто ужасная, и вот я так делаю. Я не перекапываю, я не вношу, ну, не копаю траншеи, не вношу туда перегной. Я, друзья, все это ложу сверху, все сверху. Я не копаю больше у себя на винограде. И вот хочу вам еще показать. Смотрите, я, был ролик у меня весной, когда я вложил мульчу, мульчу. То есть, вот таким слоем сантиметров у меня было 20, лежала мульча. Смотрите, что осталось за сезон, друзья. Практически ничего. Вот осталась земля моя. Вот сразу земля. От мульчи, от соломы, там сена, ничего не осталось. Вот такая вот рыхлая земля получается после мульчирования. Я там в ролике сказал, что компостирую под виноградом. Я немножко так сказал, я мульчирую. И вот я буду брать и так вот рассыпать приствольный свой круг. Тонким слоем, толстым не надо, все тонким слоем. Вот. Это будет, как уже сказал, и питание, и укрытие, и наработка гумуса. Что еще вам хочу? А, еще, ну, я же сказал, что потом еще тонким, тонким слоем, буквально там 3 сантиметра, я положу перепревшим навозом, который уже отлежался там года три. Еще такой, друзья, мало, немаловажный момент. Сейчас я вам покажу на примере этого куста. Вот смотрите. Сейчас такое время, такая погода, мягкое, тепло, и лоза наша еще гибкая, эластичная. Видите, она растет вот вверх из корня куста, она растет вверх. Вот у меня один рукав, вот я вывел еще один молодой второй рукав. И когда наступят морозы, я тогда буду ее обрезать, и получается укладывать на зимовку, на хранение. И эта лоза, она может настолько стать, как бы, жесткой, дубовой, что при изгибании она может мне треснуть. Поэтому сейчас, друзья, есть такая возможность хорошая, чтобы это уже предварительно уложить, согнуть ее, то есть в таком положении. Я ее наклоняю, можно чем-то подвязать даже. Это предварительно, она уже примет свою форму. Здесь могу просто ее вот так закрутить за нижнюю проволоку. Вот, друзья, она приняла свою форму. Видите уже, как она стала. И я потом со временем, еще немножко там пройдет пару дней, я еще немножко ближе наклоню к земле, чтобы она здесь постепенно и сразу не треснула. Сейчас вот с этой стороны, смотрите, здесь тоже вот. Я буду оставляться, наверное, вот эти два рукава. Я их тоже самое направлю в другую сторону постепенно и здесь вот привяжу. Вот проволочкой привяжу так. И вот еще вот этот. Хоть она такая искривленная лоза, но она пока мягенькая, эластичная и очень хорошо поддается гибке. Вот, запущу я куда-нибудь сюда вот так. Вот. Вот что у нас получилось. Уже моя лоза. То же самое здесь. Вот. Хотя я, когда, друзья, весною, когда у меня вырастает молодой побег, я стараюсь это все дело сразу наклонить. Видите, у меня ни вверх они растут, а вот, а вот в сторону. И вот этот вот рукав, его тоже можно, в принципе, сразу же, в принципе, можно вот то же самое сделать, как и с теми. Потому что у меня верхушечки загнуты, может они мне еще понадобятся для... Вот. Я наклоню в эту сторону, сюда запущу. Она будет привязать, а то так ускакивает все равно. Проволочка или шнурочком привязать тут, чтобы много не надо. Все равно тут через пару недель будет все это укрываться. И вот для потом уже мне удобно. Лоза приняла свою форму и мне будет удобно накрывать. И я буду знать, что она не треснет, не сломается. Все, друзья, что я хотел рассказать в этом ролике, что я делаю в октябре месяце, в принципе, осенью, осенней моей работы. Я делаю предварительно обрезку, мульчирую землю и измельчаю. Вот. Видели, что я еще делаю с лозой, которую нужно ее наклонить для того, чтобы лучше было потом укрыть. Ну, обрезка еще рано. Обрезать, я думаю, что буду еще через недели две или три. Все зависит от погоды. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok